всем привет хочу начать свой данный видос на фоне своего велосипеда этот видос если что не велоконтент но с велосипедом тоже часть ролика будет связано кто смотрел как я открывал его сезон ролик был без крыла и в том ролике я сказал что будет новая крова покупаться как передняя так и задняя я посоветовался сам с собой решил что передние это не сломано решил что передний менять не буду задняя сделал так потому что ну я третий третий день подряд выезжаю поэтому как-то так один день при самый первый день я выехал с вас с собой взял и уже два дня катаюсь без вас уж извини просто честно соскучился хочется накататься потому что но потом может не быть времени но на хотя нет велосипед время найдется всегда в общем пока вот таким варварским методом сделал в принципе изолент это на века изолента всегда спасает но решил что как-то оставить надо так ну точнее решил что надо новое крыло покупать что несутся неправильно также видите перевесил фонарик очень удобно и вот вот эти вот эту вот это перевесил отсюда в общем теперь это выглядит вот так в общем что вот такой красавчик но вообще если честно хотел опять в этом влоге знаете сделать интригу поехать зачем зачем сам не скажу вам узнаете решил сполернуть сразу в названии в превью да действительно вот для велосипеда который вот он да вот он извините тут солнце действительно купить крыло задние как я как я уже сказал ранее передние я решил что не надо но в принципе целое не сломанное куплю задние но со временем я залить за весь этот сезон дело я и передние куплю два передних и в запасе еще куплю одно задние пускай будет за велосезон в любом случае крылья еще купятся но просто надо необходимость уже да я уже вам показал ну так как-то даже некрасиво почему короче как так ну что нахожусь в магазине спортмастер вообще если честно вам признаться в магазин спортмастер хожу крайне крайне редко раньше любил магазин декатлон он вроде как закрылся насколько я знаю и слышал поэтому теперь это спортмастер с эти такие вот кроссовочки и не только такие еще тысячи другие ну пума пума вот такие пумовские взять но не на самом деле я сюда приехал уже ранее в ролике говорил что я хочу купить крыло и приехал сюда за крыльями на велосипед так ну что выбрала себе крылышко задние нам я либо конечно купить еще и передние на передние но в течение в течение сезона прикупим вообще вот такой вот марки штерн вот цена того цена поэтому такого крылышко у меня сейчас был небольшое удивление это крыло обошлось в 700 рублей потому что у меня оказывается есть бонус на карточка а в спортмастере а я кстати говоря и не знал ну я видать как-то делал что-то видите короче классно прикольно круто так вот видите так то она стоит тут а так 700 рублей обошлось скидка скидка порядочно очень да ладно направляемся дальше магазин спортмастер находился второго в торговом центре при любом торговом центре есть какой-то продуктовый магазин там это магазин глобус и там вот такая каша на столе без трав овсяная каша без варки клубника с молоком что такая честно признаться каши вообще не люблю ну ну знаете как то вот что-то как-то в детстве ел бывало там мог съесть это за редким исключением прямо вот раз в год ну знаете что тут хочется реально попробовать такую кашу я про них наслышал реально вкусные говорят а ну попробую я их завтра ее купил один такой пакетик кстати стоит он 35 рублей поэтому попробую завтра эту кашку на завтрак на завтрак свое свое мнение понравилось не понравилось эта каша напомните раз будет в телеграме поэтому завтра с утра и по завтраку и в телеграме вам отчитаюсь я просто поделюсь своим мнением вкусно она не вкусная поэтому подписывайтесь на телеграм также еще можете подписаться на телеграм и уже вышел ролик я еще кое-что купил вкусненько захотелось это не буду говорить что короче тоже в телеграме кому интересно милости прошу телеграм так и снова в этом влоге вы видите мой велосипед ну что пришло пора тебя крыло меня снимать но кстати я это крыло выкидывать не буду со мной будет просто лежать дома на всякий случай может и когда что-то получше сделаю под это как угодно без изоленты как-то может по-другому вот она и придумается так для того чтобы нам поставить это новое крыло я уже дома распаковал даже чуть-чуть полоснул зараза загнулась смотрите загнулась ладно выперли выпрямиться принципе выпрямилась да уже очень вот такой ветер крылышко я думаю что она будет понять понадежней чем вот это на кстати вот это оригинальная стоит не знаю в чем с ним случилось почему она так себя плохо ведет на что приступаем к демонтажу и демонтаж этого чудо корова демонтаж были накрутил я вот это изоленты конечно уюю и ой-ой-ой-ой-ой стоять так давайте это я сделаю лучше за кадром но то Хотя нет, просто поставить его надо было правильно. Ой-ой-ой, видите, никак, видите, ненормально сфелосезон почему-то никак не начнется с поломок крыла. Ну ладно, что-то потом будет эта новая-новая крылышка стоять. А, в телеграме показывал вам, что вот такой набор надо положить, что такой набор я положил к себе в велосумку. Считается все наборы для велосипедистов, но это сейчас уберется все, не переживайте, надо отсюда убрать, но есть товарищ болтик, вот он, вот этот болтик, а вот под него, по идее, под него отвертка. сейчас, секунду, сейчас вам покажу, ребят, и девчат. вот, вот оно, да, смотрите, даже вам показываю. Сюда их вот так пока убрать, сейчас, как назло, с вами все открутится. крыла. Да нет, вот видите. Во-первых, с болтом что-то резьба чуть-чуть, видите, он сорван болт, а во-вторых, какая-то тема, даже если открутить тут отдельно, это все равно вот это останется и ну, блин, как видите, что-то, крыло новое тоже, что-то не хочется думать, да ну тебя нафиг, да. Так, но я тебя все равно поставлю, слышишь, я тебя все равно поставлю, всего бы мне этого не стоило. А вообще, если по чесноку я, собственно говоря, и приехал-то, честно говоря, специально вот сюда, ну, во-первых, красоты, вот еще, когда зелень будет, еще лучше будет, честно признаться, я сюда и приехал, вот здесь стою, в таком месте, потому что, ну, вообще, сегодня не было в планах кататься, ничего, просто захотелось, ну, точнее, просто захотел именно почему-то в таком месте поставить крыло, надо было либо дома устанавливать, либо взять набор отверток, тот, который у меня, конечно же, конечно же, дома имеется, но я забыл, как сел, так и поехал. Так, честно, вообще не хотелось, так вообще не хотелось сегодня кататься. Уже знаете, даже в какой-то степени жалею, то, что это все-таки не велопокатушки, а просто влог, потому что более велопокатушки, было бы смысл тут для вас сейчас прокатиться, но нет, надо крыло устанавливать, поэтому я сейчас той же дорогой обратно к дому. Блин, ну что-то мне подсказывает, что я опять сюда приеду и опять его буду здесь устанавливать, не знаю, не знаю. Давайте сделаем так, и у меня это пройдет какое-то количество времени, наверное, минут сорок. Для вас это буквально следующий кадр и новое крыло будет стоять. Хотя нет, не следующий кадр. Вот запомните, велосипед с таким крылом будет стоять вот только крыло. Блин, как бы его сейчас не забыть. Очень ладно, короче, давайте. Следующий кадр и новое крыло. Вряд ли на этом же месте включусь, но все равно знаете. Новое крыло. Так, ну что, можно смело сказать, на самом деле, что история с велосипедным крылом закончена. Ну и можно сказать так же, что и не закончена, потому что есть реально мысль заменить и переднее. На самом деле, хочу купить еще одно заднее, на всякий случай. Пускай будет на запас и два передних, то есть вы поняли, да, комплект полный, что был. Что вот такое вот крыло. А чем, кстати, оно мне понравилось, то что-то я не знаю, это вообще, ну, круто, не круто, но мне понравилась вот эта вот такая, ну, резина. Это прорезиненная тема, она мне понравилась, зашила. Так же понравилось мне крепление. Так, ну и само крыло, как-то оно так сильно, знаете, выглядит. На самом деле, уже я достаточно проехал после установки. Я решил не возвращаться в лес, решил поехать совсем по другому пути, другими дорогами. Ну, честно даже признаться, больше решил по дворам и надо в магазин, поэтому как-то так. Решил в магазин так, немножечко дальней дорогой проехать. Ну, в общем, не суть. И что, крыло, видите, оно не упало, ничего. Вот, здесь чуть-чуть-чуть подоткручивается. И вот с этой стороны, вот с этой, тут же такое же болт, тоже чуть подкручивается. Как надо, оно по высоте регулируется. Я, в принципе, отрегулировал. Поэтому, вот, у меня теперь новое заднее крыло. На одном из стримов я как-то говорил, что у меня был велосипед Штерн, вот до этого. Кстати, что примечательно, он тоже у меня был красным цветом и был у меня на, ну, долгое время, больше шести лет точно он у меня был. И знаете, я как-то так плохо сказал марке Штерна, что там один зритель сказал, ну, возможно, тебе такой попался, либо они все года были хорошие. Сейчас Штерн выпускает весьма-все хорошие велосипеды, прочные. Знаете, я в это верю, на самом деле. Я так громко сказал, что Штерн говно, я так, помню, назвал. Нет, на самом деле, ну, я такого мнения, так как и машины, велосипеды, любые, наверное, хорошие, если за ними правильно ухаживать. Я за своим, честно признаться, прямо, после того, как он ко мне вновь вернулся, я за ним теперь буду следить, все хорошо. Уже опять он требует моечки. Есть идея, кстати, поэтому, опять же, мы с вами поедем его мыть. Поедем, то есть не в домашних условиях, не тряпочкой будем протирать. Хоча, честно признаться, тряпочкой довольно чисто получилось. Просто я, ну, знаете, такой вот отважный, наверное, или я не знаю. Просто, на самом деле, многих видел, кто в лес заезжает. Я думаю, чем я хуже, я в лес решил. По лесу тоже катаюсь. То есть, ладно, поэтому, что-то я это. Короче, с вами мы тоже обязательно съездим в лес на нем. Не знаю, на грязном, на чистом. Посмотрим. К чему вообще? Крыло у меня марки Штерн. Мало ли кто был на том стриме и скажет, что Штерн неплохо отзывался. Во-первых, я плохо отзывался о марке, о велосипеде Штерн. У них хорошие флягодержатели. Хорошие, действительно. Я плохо отзывался с ними на велосипеде. А самих каких-то там флягодержателей, крыльев. У меня были крылья Штерн. У меня была даже подножка Штерн. То есть, у меня оно на Штерне, а сейчас стояло Штерновское. И, честно признаться, блин, это вот крылья там ни разу не ломались, ничего. Поэтому как-то так. В общем, на самом деле Штерн хорошая. Хорошую делать продукцию. И если, ну, это не реклама Штерна, просто знайте. Ну, и если вдруг вы купите велосипед Штерн, они вроде довольно, ну, они относительно бюджетные. Ну, да, можно сказать, бюджетные. Я думаю, вы не пожалеете. Тем более, что первый велосипед Штерн. У меня Штерн был первый мой скоростной велосипед. Поэтому как-то так. В общем, ладно, ролик-то вообще не про велосипед, а просто влог. В общем, ладно, идемте дальше. Не, опять основа, я в пятерочке. Вот такой вот хлебушек взял. Я хлеб не ем, еят родители. Поэтому почему, собственно говоря, не купить, не сделать им. Приятные. Знаете, вот бабушке, к бабушке завтра поеду. Она любит вот такую соломку. Возьму тоже. Ладно, еще порадую. Так, здесь, 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 здесь. Здесь вроде больше ничего не надо. Да? Наверное. Блин, даже не знаю, может, что-нибудь еще купить. А что? Родителям купил, бабушке купил. А себе? Вот что-то из фруктов, наверное, сейчас возьму. А может быть, и еще брать не буду. В общем, из магазина выйду, покажу, что взял, а что и взял себе. Может быть, эту хлебушку, вот такую соломку. И все. В общем, сейчас посмотрим. Так, ну я уже дома. Насколько вы поняли, и купил я себе пятерочки вот таких. Два пакетика мак-кофе. Фишка в том, что они вкусные. Вот я сфоткал, в телеграме была фотка. Там сразу начали писать. Это химоза, это там цемент, это там не кофе. Знаете, ну, половину того, что мы едим из продуктов, практически ненатурально. То есть, ну, блин, я не знаю. Понимаете, в каждом продукте есть что-то ненатуральное. Абсолютно в каждом. Поэтому говорить, типа, вот про этот кофе, что это химия. Про это дело, что лучше пить там кофе в кофемашине, либо варить на турке. Ну, знаете, вот так кофе на сковороду руку, я считаю, что самое нормальное. В общем, завтра на завтрак у меня вот такой один пакетик кофе. Каша, которую я уже показывал во влоге. Вы уже видели. Ну, в общем, да, вот такой у меня завтра завтрак. На самом деле, завтра надо позавтракать не плотнее, потому что завтра тоже есть дела. Ой, не знаю, в общем, поэтому как-то так. Планиц, кого не знаю, получится ли завтра что-то вам поснимать или нет. Ну, посмотрим. Я с собой в любом случае возьму штативчик, камерку, второй телефон свой, и, может быть, что-то и получится. В общем, посмотрим. Короче, вот так. Что? Смотрим дальше. В каком-то влоге я показывал ту штуку, это типа на подавилосипеде, типа вот сюда ножку, сюда ножку, и крутишь педали. Это тоже отлично стимулирует. Можно вот уровень сложности, нагрузку прибавить. В общем, тоже весьма себе хороший тренажёр. Я на нём тоже занимаюсь. Хотите, верьте, хотите, нет, но на нём регулярно. Каждый день занимаюсь. То есть, либо утром, либо когда прихожу, какие-то дела есть. То есть, утром бывает вскакиваю, завтракаю, улетаю, потому что, ну, хоть и встаю рано, но всё равно, знаете, просыпаюсь рано, а с кровати-то встать тоже надо, попробую ещё. Поэтому, либо вечером прихожу, кручу педали. Кручу один день, раз в день, каждый день стабильно, у меня идут крутить педали. Поэтому, вот тоже спорт у меня такой есть. Вообще, ну, то есть, вот этот тренажёр, помимо того, что я буду кататься на велосипеде, даже в те дни, когда я буду кататься на велосипеде, я всё равно буду крутить педали. Да, на велосипеде тоже, ну, там тоже педали, и, в принципе, как велосипед работает. Но, знаете, велосипед, велосипеду тоже. На велосипеде, на этом, в общем, как-то так. Вообще, на самом деле, есть идея записать полноценный ролик. В этом ролике у меня будет, и как я питаюсь, и занимаюсь я, и как, что. Но, потому что, ну, не всем, ну, я почему-то думаю, что кому-то кажется, что я ни хрена не худею, а жру какие-то там, ем, не жру, а ем. Какие-то там бургеры, сладости, на самом деле нет. Вы ошибаетесь. Даже тут хлеб, эти палочки, что я взял. Хлеб я взял родителям, палочки я взял, ещё бабушки, поэтому. Ну, завтра к бабушке, завтра дела. Как-то так. В общем, поэтому, то есть, палочки, по это дело, я есть не буду. Хлеб тоже есть не собираюсь, поэтому как-то так. Поэтому есть идеи записать, повторяюсь, да, где записать ролик. В этом ролике будет и мой рацион питания, и как, в принципе, проходит мой день. То есть, знаете, грубо говоря, один день из моей жизни. У меня такой ролик уже есть на канале, я снимал. Но фишка в том, что ролики я практически-то, я не сидел, видите, то есть я просто нахаживал в шаге. А сейчас вот полноценно один день из моей жизни, как же я худею. Потому что, ну, это моя жизнь, я считаю, что это тоже часть моего канала, часть моей жизни. Фишки канал – это моя жизнь. Я больше все показываю о том, как я проживаю, как проходят мои дни. В общем, как-то так. Так, ну и что, и как дополнение у меня сегодня вот на обед, ну, это и ужин мой супик лапша, курочка. И все. Лапша, кстати, самодельная. Само лапша самолепная, и все. Ну, суп, короче, домашний приготовленный. М-м-м, вкуснотень еще, знаете, прикуску с курочкой. М-м-м, самое милое дело. Поэтому домашний дам тащит, рулит. Все очень-очень вкусно. Так, ну что, мы с вами купили крыло, как и хотел я, в этом влоге. По поводу каши еще расскажу завтра в Телеграме. Ссылочка на Телеграм в описании. Я вам отдам видео, расскажу о своих ощущениях, грубо говоря. Как мне эта каша понравилась, не понравилась. Я брал что-то похожее, но не от этой фирмы. В принципе, было, ну, нормально, довольно-таки вкусно. Проверим, как это. Потому что, ну, повторяюсь, кашу не очень люблю, но, знаете, вот такое правильное питание. Я считаю, что каша-то действительно вкусно и полезно. По поводу вкусно, конечно, я... Ну, ладно. Вкусно и полезно, поэтому попробуем. В общем, завтра в Телеграме с Кудрячка вам запишу ролик и вам его отдам. В общем, такие дела. Ну, а на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Переходите по всем ссылочкам в описании. До новых встреч. Увидимся в следующем видосе. Может быть и на стриме. В общем, всем до новых встреч. Так, ну и надо выбросить вот этот все мусор. Мусор за собой. Всегда убирайте. Всегда. Чистота, залог здоровья. Вообще, ну, не надо мусорить. Субтитры сделал DimaTorzok